Андрей, еще я слышала такое, что вот те люди очень часто испытывают страх смерти, который даже может перерастать в фобию. Мы, кстати, не поговорили про фобию, чем отличается фобия смерти и страх смерти простой, у которых очень часто есть катастрофизация, которые часто прокручивают в голове такую мысль, а что, если мой самолет разобьется, или а что, если вот поезд, на котором я поеду, там с ним что-то случится, и тогда это, если вот прокручивание таких мыслей, они могут привести к так называемой тонатофобии или страху смерти. Как бороться, например, с такими мыслями, если кто-то нас смотрит, и, например, если вот у кого-то появляются такого типа мысли, они же могут быть связаны. Я, кстати, вот сейчас прослушала даже несколько интервью, и там говорилось по поводу того, что люди очень боятся летать на самолетах, хотя, например, просто в десятки, в сотни, иногда даже в тысячи раз намного больше шансов умереть просто-напросто, если едешь на машине. Но вот есть, когда человек ведет машину, то вот такое впечатление, что есть контроль за тем, что будет, и человеку хочется контролировать свою жизнь, а вот если сидишь в самолете, то вроде как контролировать ничего не можешь. Что вы посоветуете тем людям, у которых часто появляются такие убеждения, мысли, связанные с катастрофизацией? Прибухивать. Ну, сейчас тогда достану и прибухну. Ну, это шутка, конечно, это правда, то есть, а что? Вот, ну, на самом деле, понять, откуда это, потому что, ну, где-то же он это взял, это может быть, с одной стороны, история про непонимание, непонимание, да, банально, ну, как эта железная штука тяжелее воздуха летает, как это работает? Да, я просто знаю такие истории, когда правда люди говорят, ну, мы не понимаем, ну, как она может с детьми, как она в воздухе держится, да, вот это вот. Вот. Второй момент, опять же, моя любимая терапия, потому что, ну, где-то я эту мысль подцепил все равно. Смотрите, то, что у меня нет в опыте, чего нет у меня в опыте, я не буду об этом думать. Если у меня нет в опыте родов, да, ну, я, как бы мне не рассказывали женщины, каково это, я все равно не пойму, да, и деньги Чарли Чаппина мне не светят. Вот, которым он там обещал, сколько там, миллион долларов он, по-моему, обещал тому мужчине, который родит. Вот. То есть, значит, где-то, когда-то что-то было. То есть, искать первую причину, откуда он это накрутил. Или еще, может быть, там тоже, но там чуть сложнее, сейчас постараюсь объяснить, думаю, будет понятно. У нас, у многих, есть магическое мышление. В чем оно заключается? Оно заключается в следующем. Если мир влияет на меня, да, на мои мысли, вернее, если мир влияет на мои мысли... То и я могу повлиять на мир. Да, то и мои мысли могут повлиять на мир. Они такие, так, сейчас мы тут все поправим. Мир говорит, фигушки. Вот. Ничего ты не поправишь, дружище. И вот тогда получается вот эта история, да, что мне хотелось бы, чтобы мои мысли влияли на мир. Вот. А не получается. И вот это вот диссонанс, в общем-то, и вот эти мои попытки, там, что-то остановить, там, что-то сделать. Они говорят, что если я думаю про катастрофу, да, то есть я понимаю, что я на мир повлиять не могу, тогда я сам себя накручиваю, получается. Вместо того, чтобы успокаиваться, сам себя накручиваю. Понимаешь, мир говорит, нет, я такой прокрутил, думаю, сейчас я остановлю поезд. Счелые мысли. О, это тоже из анекдотов. Товарищ прапочка, остановите поезд. Поезд, стой, раз, два. Вот. Вот эта история, поезд не останавливается. И ты понимаешь, что на мир повлиять не можешь. И начинаешь накручивать, ну как, и тогда ты понимаешь, что ни на что влиять не можешь. И тогда ты вот, как правильно вы говорите про контроль, ты понимаешь, что ты не контролируешь этот процесс. И начинаешь тогда представлять, что же там с тобой произойдет, если у тебя процесс не под контролем. Но на самом-то деле контроль, потребность контроля, она тоже имеет какую-то причину. Потому что ты чего-то боишься внутри. То есть, вот многие хотят контролировать мир, окружающий их мир, только потому, что они на него опираются. То есть, спокойствие в мире, в моей семье, у меня на работе, там, не знаю, в магазине, наличие товаров на одной и той же полке, дают мне ощущение спокойствия. То есть, хоть здесь все хорошо. Потому что внутри неспокойно, внутри тревога какая-то там, экзистенциальная. Причем, она часто бывает такая, знаете, она правда вот из истории про жизнь и таборь. Тебе где-то кто-то что-то подкинул. И вот это вот такое базовое доверие к миру, оно вот эту тревогу рождает. Человек тревожится, ему, иногда ему кажется, что так и должно быть. Он всегда на чеку, он такой собранный, что бы ни произошло, он всегда готов. Такой, вещь такой, знаете, в стоечке, что называется. А там что-то происходит такой, любовь. Он такой, о, что началось-то? Я же тут драться приготовился. А тут какая-то женщина, я тебя люблю, он такой, ну чего ты челаешься, думаешь, так это головой? А он не знает, как с этим обращаться. Да? Потому что контроль это всегда голова. Это всегда голова, а тут чувства. Чуйства, как иногда говорят, да? И все, и рассыплется человек, и тревога такая, о, я здесь. Да, потому что тревога это тоже эмоции. И вот отсюда эта история часто рождается, что вот этот, и почему, почему многие переживают за внешний мир, почему они хотят его контролировать, почему им кажется, что что-то где-то, когда это происходит на другом там континенте, или там далеко от тебя за тысячи километров, влияет на твою жизнь. Потому что это твоя внешняя конструкция шатается, а внутренней там просто нет. Там есть такое, желе такое там? Да, нет, нет, такое. Лизун такой. А как развивать, как развивать вот эту внутреннюю конструкцию, ну я бы сказала бы так, внутреннюю опору, вот как быть опорой самого себя или опорой для себя? Ну вы же знаете, что я отвечу. Идти к вам. Ну, и ко мне в том числе, не только ко мне в премьер-терапию. Или ехать. Люблю себя, но и на той семье сказал-то только ко мне. Только иди. И желтая просто, идите ко мне, дети мои. Да-да-да. Нет, идти в терапию, искать варианты, причем здесь важно, наверное, сказать, что я сейчас терапию имею в широком смысле слова. И то, что бы говорили ретриты и йога, если кому-то это, ну, подходит, и он чувствует, что это ему помогает. И классическая терапия, и вера, если человек правда верит, и он правда находит в этом опору. Да, потому что, ну, я знаю верующих людей, они правда там находят опору. Вот. Я, наверное, не очень отношусь к каким-то мистическо-эзотерическим вещам, да, то есть, ну, так, а вот вера, да, вполне какая-то там йога, вот, то, что вы рассказывали про дочь, когда она молчала, по-моему, это называется випасана. Да, випасана, да, да, молчат там сколько-то дней. Тоже работает. Ну, я знал людей, которые у меня ездили не по одному разу, говорит, да, прям помогает. То есть, вот тогда в широком смысле я имею в виду терапию, и один из простых способов, в общем-то, опоры на себя, это присвоить свои победы. Мой любимый пример, он из корпоративного мира, про отличие наших, и разговаривал с несколькими педровиками, и говорит, так и есть. Вот прям, вот ты рассказываешь слово в слово, про важность присвоения вообще любых побед себе, как проходят собеседования, ну, наши российские специалисты и американские. Вот прям на фоне американцев, это очень яркие два примера, приходит наш какой-нибудь топ, ну, вот таким вот списком достижений, вот реально, вот такой список. Говорят, ну, расскажите по себе, ну, там, женился, учился, где-то работал, какие ваши достижения? Докумаю, ну, ну, говорят, подождите, у вас здесь в резюме написано, вот это вы сделали. Говорит, да, ну, расскажите. Ну, он рассказывает, то есть там понятно, что-то он сделал. Ну, а еще, ну, ну, вот же написано, вот на этом предприятии, вот это сделано, вы сделали дома, расскажите. Он рассказывает. Вот, ну, и так дальше, да, то есть из него приходится тянуть постоянно. Говорит, то есть, причем это все написано, он все это знает, это он правда сделал, потому что, ну, когда такие говорят, мы же давно проверили все, уже позвонили на этот завод, спросили, то есть мы точно знаем, что это он, но он стесняется, потому что вот, ну, как будто бы не принято хвастаться. Помните, мы про власть говорили? Да. Это же власть, да, это же, значит, я получается властный, я вот сделал там, людей заставлял, вот это вот, это моя власть, хотя это достижение. Ну, там сейчас отдельно можно еще про ответственность поговорить, как оборотную сторону власти. Вот, приходит американец, приходит американец, достижение вот так, ну, расскажите про себя. Он такой, ну, я то, я это, ну, а ваши достижения? Он такой, ну, слушайте, когда было пять лет мне, я бежал в туалет, и я не описался. Он говорит, так, а давайте ближе к телу, туда, куда-то ближе к делу. Он такой, ну, у меня у самого первого в колледже появилась машина. Говорит, класс, а еще ближе. Ну, вот там, когда я там сейчас уже придумываю, я играл там в баскетбол, мы там выиграли какой-то чемпионат, там, какого-то штата. Он говорит, еще ближе. И его приходится постоянно, постоянно туда вот толкать, ну, к сегодняшнему дню, а дядьке там условно 40 лет. Он говорит, вот это надо принять его слушать, сидеть, пока он все это расскажет, все свои достижения. Но, на мой взгляд, это правильная история, потому что она формирует вот это основание. То есть, я присваиваю все себе, все свои победы. Потому что, опять же, мой любимый, моя любимая метафора про бриллиант, что каждый из нас это бриллиант. Если вы посмотрите классическую гранку бриллианта, у него 57 граней. И каждый из нас, ну, я сейчас про себя буду говорить, там, женщины в обратную сторону. Я муж, я отец, я друг, я спортсмен, я гражданин, я психолог, я альпинист, там, еще кто-то. Да, здесь можно перечислять много. И в этих разных ролях наших есть разные достижения, есть разные качества, есть разные победы. И их нужно все забирать себе. Вообще все. В том числе, что я в 5 лет не описывал, потому что, извините за подробности, и то, что я удостоился приглашения зарубежного специалиста, профессора на интервью. Да, да. Я обязательно это себе заберу. Я бы вообще хвастаться, я сейчас напишу, что все, уже я вышел на международный уровень. Вот об этом. Это же достижение, достижение. Оно меня греет? Конечно, греет. Приятно мне? Конечно, приятно. Я врать не буду. Да, не буду говорить, что нет, нет, что я. Конечно, греет. Вот об этом. Это надо все собирать. Не значит, я там про то, что буду хвастаться, конечно, может быть, шучу где-то. И это вот, мы уже об этом говорили, что не обязательно об этом отвечать. Забирайте себе. Говорите, это я сделал. Даже если есть какое-то большое дело, большое, там всегда есть ваш кусочек, который сделали только вы. Вот только вы. Его забирайте, говорит, вот в этом большом куске, там, в работе команды, есть вот эта часть, которую сделал только я, она моя. Да, я признаю работу команды, да, мы все молодцы, но вот здесь сделал я. Это мое. И этого не мог сделать никто, кроме меня. И вот тогда эти штуки накапливают, появляются тот самый стержень. И вот тогда, кстати, возвращаясь к теме смерти, когда ты приходишь к клиенту, когда клиент приходит к тебе, да, ты говоришь, чем ты можешь гордиться? У меня недавно была клиентка, она не собиралась умирать, но у нее там была взрослая женщина, 66 лет, пенсионерка. Я говорю, чем вы можете гордиться? Что вы хорошо делаете? Она долго молчала, не смогла найти ответ. Он говорит, ну, я не знаю. Я говорю, ну, подождите, у вас дети же есть, наверное, внуки. Да. Потом выяснили, что, например, хорошо шьет. Да, что там, как-то еще что делать. Ну, мы на это потратили почти всю сессию, чтобы найти три, три, да, три таких-то момента, которыми она может гордиться в 66 лет. Но я не верю в это. Там наверняка гораздо больше этого. И она получила домашнее задание задать детям свои вопросы. Чем она может гордиться? Детям, близким, мужу. И что у нее получается хорошо? Вот, ну, не знаю, пока еще не выглядел, но в следующей сессии не было, не знаю, что расскажет. Вот пример. И тогда человек, когда приходит, говорит, что ты сделал? Он говорит, ничего, моя жизнь прошла зря. Это, опять же, сюда же про смысл жизни. Я ничего не сделал. Я этот, олень, который прожил зря. Ой, Андрей, вы сейчас говорили, я довольно много времени провела в Соединенных Штатах. У меня был любимый мужчина с 6 лет, американец, профессор, плюс еще, я кроме этого, год была в Калифорнии, в Калифорнийском университете в Беркли, получила стипендию наушную, и моя дочь там ходила в первый класс. Я просто видела, каким образом воспитывают американских детей, каким образом я видела, как воспитывают детей, например, в Венгрии. И очень большая разница, действительно, очень большая разница. Так что успехами они делиться могут. Ну, например, когда я училась в университете практической психологии, нас учили тоже делиться успехами. То есть даже, может быть, даже хвастаться успехом, но зависит от того, когда там, с кем, да, чтобы, по крайней мере, мы были бы способны на это, на то, чтобы рассказать про себя, про то, что вот я крутой или крутая в одном, во втором, третьем. Я уже, наверное, лет шесть, как это делаю вместе с дочерью, ей сейчас 30 лет. Мы в Рождество, обычно, или там, не знаю, за день до Рождества, после Рождества, с ней собираемся и прописываем все наши успехи за год. В Венгрии Рождество католическое, то есть это в конце декабря, и это нам нужно, на то, чтобы прописать все наши успехи, нам нужно несколько часов, потому что мы как раз берем вот всевозможные сферы, жизни, всевозможные роли, вот как я вот в роли, там, я не знаю, матери, что я делала, а потом то, что мы делаем, это мы пишем цели на следующий год. И это очень классно, подводить итоги предыдущего года, а ведь были же и тогда тоже какие-то цели, и ставить цели на следующий год. Это мы нашим слушателям, нашим зрителям хотим немножечко позитивного рассказать. субтитры создавал DimaTorzok,